В Грузии спросить, как вам такая дискуссия? Я думаю, что, во-первых, мы действительно, я согласен с совместителем министра обороны, и приветствую заявление, надо сказать людям правду. Конечно, идет никакая не антитеррористическая операция, хотя формально мой друг Саша Садорожный и мой преподаватель, кстати, прав, что формально это так. На самом деле, это полномасштабная российско-украинская война уже идет. Идут обстрелы украинской территории с России, идет бомбежка, идет засылка всех вооружений. То есть по всем параметрам это полномасштабная война между двумя этими странами. Поэтому, учитывая это все, мы проходили то же самое в 2008-м. Сегодня годовщина войны. Сегодня я с мером Львова, с Андреем Садовым был в храме во Львове. Мы проводили совместную службу вместе с местной молодежью, посвященной памяти и грузин, и украинцев, которые погибли и продолжают погибать на фронтах этой войны. Мы почтили память тех десятков украинцев, которые погибли в 90-х годах у нас в Абхазии, воюя с теми же российскими спецназами, тогдашней Россией, с теми же российскими генералами. Их помбили российские самолеты. Российский спецназ окружил украинский батальон в селе Тамыши. И украинцы, чтобы не выдать, откуда они по-русски кричали, грузины не сдаются. И шли насмерть. Это исторический факт. Грузии, так же, как украинские пилоты вывозили под огнем наших людей. И поэтому опыт уже есть. Сегодня сотни украинцев и грузинского происхождения воюют на этих фронтах. И в добровольческих группах, а так же в регулярных войсках Украины. И поэтому я знаю, что это за дух. Я знаю, что это за вызов. Потому что реально с вами воюют не потому, что там вы кого-то не так обстреляли, и там какой-то там местный сепаратист. Россия воюет не за территорию. Россия в 2008-м не воевала за Южную Осетию. Россия в 2008-м, Россия в 2014-м не воюет за отдельно взятый Крым, или за отдельно взятый Донецк и Луганск. Россия воюет идеологически. Для России возникла проблема. Сегодня на встрече с молодежью во Львове основные вопросы были не про войну, хотя люди очень настроены и очень мотивированы. Основные вопросы были, как реформировать Украину, как победить коррупцию, как изменить нашу госструктуру, как избавиться от бюрократии, все проблемы, с которыми наши друзья и коллеги здесь сталкиваются, в Виталии и все остальные. То есть просто очевидно, что настолько нелепо, что в этой стране происходит это, что в этой стране погибают люди, что в стране навязали полномасштабную войну из-за того, что люди захотели жить по-человечески. Точно так же в Грузии мы провели реформу, мы не шли ни на какую войну. Это полная ерунда, что вот мы, Грузия, что-то начала, хотела захватить какую-то территорию. Два маленьких горных ущелья Южной Осетии. Нам они не нужны были тогда. Мы побеждали мирно. Мы провели реформы, которые победили реально коррупцию, которые поменяли госструктуры, которые в 11 раз увеличили бюджет Грузии, которые дали нам возможность построить новые города, новые порты, школы, больницы, много других объектов. То есть поменять систему образования полностью. То есть мы смогли сделать то, что Россия не могла делать при своих доходах от нефти и газа. То есть она оказалась немного в состоянии. Она должна была доказывать своим людям, почему у них это не происходит. Метод того, чтобы самим что-то хорошее сделать, они решили убить в случае успеха в Грузии. И точно так же после Майдана, когда появился шанс, новое дыхание открылось в украинское общество. Новое дыхание создать что-то человеческое. Они тут как тут подоспели и сказали, мы вам не позволим, мы у вас кровушки попьем, мы вам покажем, как тут жить по-человечески. Мы-то не предлагаем вам жить, мы-то сами не живем по-человечески, но и вам не дадим. И в этом основная проблема Путина. Путин не способен созидать. Но терпеть не может созидать, и он готов все делать, чтобы они не созидали, готов все делать для того, чтобы разрушить то, что можно будет создать. Поэтому, когда я был, я помню, Шавик, я был у вас в передаче в 2008 году, когда мы агентировались за НАТО. И я помню, что тогда была очень маленькая поддержка за НАТО. И реально, я был тогда действующим президентом, тогда был саммит, и я ходил там, и украинцы говорили, а зачем нам НАТО? А сейчас надо задать вопрос. Если бы Украина тогда попала в НАТО, напал ли бы на него Путин или нет? Поэтому напалили, зашли, обстреляли ли вашу территорию, тогда бы обстрел с их территорий был бы не обстрелом отдельно взятой Украины и Луганска и Донецка. Это был бы обстрелом такого же уровня, как обстрел, допустим, американской территории, немецкой территории, польской территории. И тогда не только вы, но все международное сообщество должно было бы действовать. Поэтому и сейчас, не поздно, пересмотреть, то есть реально, мы должны сказать, то, за что боролись все украинские патриоты, за что боролись, за что, от чего зависит будущая Украина, стратегические приоритеты должны быть четко определены. Хочет ли Украина быть частью западного мира? Конечно, хочет. Хочет ли Украина интегрироваться и будет защищенной гораздо более важным альянсом? Конечно, хочет. Я думаю, что Путин допустил три основных ошибок в Украине. Я думаю, что он серьезные ошибки допустил. Он допустил ошибки в Грузии, но он допустил большие ошибки в Грузии. Во-первых, он не понял, что Украина это большая страна. Я с ним много раз встречался, он каждый раз им не повторял. Да Украина это не страна, да это территория, да искусственная. Он действительно считал, что украинцы, допустим, столько же, сколько грузин. Там 4-5-6 миллионов. Они живут где-то между Львовью, там Ивано-Франковским, там Волыню. Но все остальное это не Украина. Все остальное это так искусственное время. Оказалось, когда он зашел, что украинцы не 5 миллионов, а 45 миллионов. Первая большая ошибка. Потому что народ объединился. Вторая большая ошибка Путина. Вторая ошибка. Он всегда считал, что Европу, Запад можно купить. То есть их можно подкупить там всякие. Я у него бывал там в Костянтиновском дворце, там бегал Герхард Шродер. Там лидеры СНГ собирались, там вино. Он говорит, а вот это канцлер Германии. Герхард, иди сюда, иди. Кеша, садись, налей вино. Это как павлин, он ходил по траве. Он говорит, ну ладно, он выпил, иди, иди. Это типа показывал, что вот я их покупаю, вот так оптом. Да, есть много Шродеров в Европе. Но есть много людей, которых можно напугать. Есть много людей, у которых нет совести. Но когда затронуты фундаментальные европейские и западные ценности. И после Крыма он это затронул. Когда затронут самое основное, на чем жизнется западный мир, запад умеет просыпаться и запад умеет консолидироваться. Эти санкции, которые ввели, реально при всем том, что у России 500 миллионов в нефтяном фонде, 800 миллиардов задолженности. И они неоткуда им сейчас брать ресурсы. Это реальная, реальная помощь. То, что сейчас в Европе все поняли, о чем шла речь, то, что, кстати, не поняли до конца в 2008 году, это говорит о том, насколько поменялась ситуация. Поэтому я думаю, что это вторая его стратегическая ошибка и третья стратегическая ошибка. Он всегда... Путин не хочет, чтобы его любили. Он хочет, чтобы его боялись. И, конечно, его пропаганда работает в России. Недавно один молодой человек ко мне подошел в Нью-Йорке на приеме. Говорит, хочу сфотографироваться, я вас очень уважаю. Он говорит, ну что? Он закончил западный университет, очень хорошая, бизнес-школу, до этого калеч. Гражданин Америки. Он говорит, ну что, Михаил Николаевич, украинцы не виноваты в самолете? Говорю, ну конечно не виноваты. Ну третья сила, да, правильно. Я говорю, какая третья сила? Неужели все проще, чем это выглядит? Даже человек, будучи в Америке, говорит, я говорю, не все проще, все просто. Ваши сбили самолет, точка. Но почему я говорю, да, они ведут эту программу. Но с другой стороны, что он хочет? Он хочет, чтобы его боялись. Но он недосчитал. Он ведет, имеет дело с Украиной, которая не боится. Которая объединилась. Да, Украине не нужна мирная жизнь. Да, эти ребята, которые туда ходят, лучше бы они потратили свои усилия на мирное строительство. Но когда он объединился, кто-то пошел воевать. Кто-то на трибунах поет песню ля-ля-ля. И это очень важно. Это очень важно. Потому что даже эта песня, которая вроде как бы не серьезная, но она, которая осталась в семейном хите на ютубе, показывает, что вся нация не боится говорить правду лицом агрессору. Это очень важно ему показать. Потому что, когда тебя не боятся, царство лжи, царство ненависти, царство вот этой всей пропаганды, царство насилия моментально исчезает. Потому что, с одной стороны, да, он может вот так мобилизовать Путин, там 100 миллионов человек, он авторитарный лидер, он там византийский император, он там царь России. С другой стороны, демократическое общество, где спорят, где вот могут военные операции, у вас прямо, где может батальон командир предъявлять претензии министру обороны. Такого России не может быть. И, конечно, вроде кажется, что это, с одной стороны, хаотичное общество, а с другой стороны, вот он, централизованный царь, как Сталин, может приказывать. Но он-то приказывает, а все остальные рабы. А здесь общество свободных людей, которые спорят, но потом умеют консолидироваться и сражаться за свою страну. Это очень важно. И вот это боя люди, которые сейчас происходят. Поэтому у нас сегодня, когда в счете войны, я хочу сказать, что после войны мы Грузию подняли на ноги, мы провели еще много реформ, мы во всех рейтингах Всемирного банка пошли далеко наверх, мы вошли в первую десятку самых лучших мест, ведения бизнеса, мы построили новые города, в том числе вместо разрушенных, мы построили новую инфраструктуру, мы построили 150 новых больниц, мы несколько раз еще увеличили бюджет Грузии. Что происходит у меня в моей стране? И это для меня очень болезненно. Сейчас, в 2012 году, потому что мы демократия, это одна из слабостей демократии, главный частный акционер Газпрома Ивани Шили победил на наших выборах. Путин ему на наши выборы маленькой Грузии дал 2 миллиарда, у нас миллиардов никогда не было, мы не крали денег, так получилось. Он победил на выборах, и все это время Путин требовал, чтобы меня заказали за то, что я посмел вместе с моим народом стать против этой агрессии. Конечно, люди голосовали не за то, чтобы нас наказали, они голосовали, чтобы жить лучше. Миллиардер им обещал бесплатно, им обещал там, чтобы булки будут расти на деревьях. Конечно, булки не выросли на деревьях, но сейчас что происходит? К моему позору, они, наше правительство грузинское объявило, что не может поддержать Украину после падения самолета. Да, это печальный случай, сказал премьер-министр Грузии, который полностью зависит от олигарха. Но у нас свои отношения с Россией, мы не можем сейчас ничего сказать про Россию, потому что мы только что наладили отношения с Россией. У нас 20% территории оккупировано. У нас они каждый день устраивают к опровокации, они говорят, что мы наладили это. Ладно, мы не можем поддержать Украину. Сегодня министр основных сил Грузии заявляет, мы не можем поддержать европейские санкции. Санкции – это не путь. То есть она критикует Европу за поддержку Украины. Стыды с рамками. Но почему я еще здесь? Я хочу, чтобы вы знали. Точно так же, как грузины здесь сражаются. Точно так же, как я видел сегодня грузин во Львове. Вчера в Варшаве с польским единицами на самом деле сделал три часа, мы обсуждали Украину. Но так же увидел грузин там, которые живут жизнью Украины. Наша нация ежедневно, ежечасно поддерживает вас. Мы просто ежеминутно живем этой жизнью. Мы понимаем, что это наша борьба. Мы понимаем, что это наше будущее. Мы понимаем, что это наш опыт горький. Но мы понимаем, что решается для Украины, для Грузии. И, кстати, для России, для Европы, потому что вы останавливаете варвар 21 века. И поэтому, что бы они ни говорили так, если бы я был президентом, столько вещей можно сделать, все помочь. Я не могу обо всем сейчас рассказать. Но такие элементарные вещи. В Грузии есть много вещей. Мы гораздо более были подготовлены. Я просто сейчас не могу об этом. Все можно было дать. Все, чего у вас не хватает. Но они объявили. Нам не нравится, что Саакашвили ездит в Украину. И не только в Украину. Я езжу в Польшу. Я с премьер-министром в Венгрии недавно был в Будапеште. Обсуждать Украину перед этим. С Обамой обсуждал Украину в Варшаве. С госсекретарем несколько раз обсуждал. Соединенных Штатов с лидерами Евросоюза, в том числе и с Меркель. Я лоббировал эти санкции, которые сейчас наши поддержки поддерживают. Вместе с нашими многими друзьями. Мы сражались на всех телеканалах. Они говорят, сначала они призывали украинское правительство не допускать меня в Украину. Ну ладно. Второе. Сейчас они объявили, что они поняли уголовное дело против меня. С двумя свидетелями. То есть прокурорами, которых мы выгнали за коррупцию. Они ведут дела. И один свидетель, это наш бывший спикер парламента, которая после войны пошла, которая пошла и стала подружкой, близкой соратницей Путина. И принимала вместе с ним военный парад оккупационных сил в Москве. И второй главный их свидетель, бывший министр обороны, которого опять мы выгнали за коррупцию в 2007-м. И он долгое время жил в России, получал инструкцию в ФСП. Это временная история. Потому что в Грузии мы провели такие реформы, что это улетучится, только как Шикак Янукович отсюда улетучился. Это очень знакомая картина. И эти реформы еще живы, наши институты живы. Эти все города стоят. Хотя они пришли с программы их разрушить, ничего они не смогут рвать. Но я просто хочу сказать, что у нас те люди, которые были коррумпированы, те люди, которые готовы были изменить в своей стране, те люди, которые готовы были рушить, пришли с программы разрушения, они находят общий язык с Путиным. Но нам и с вам, украинцам, грузинам, всем нормальным людям на этом постсоветском пространстве, в том числе нормальным русским, несмотря на 87% Путина, это все приходится, там есть и нормальные люди. С ними не по пути. У нас есть хорошее общее будущее. И Украина обязательно победит, потому что вы не имеете права на неудачу. Просто не имеете. Спасибо.